Эти мужчины и женщины живут в одной и той же квартире, но в разное время. И теперь через одну дверь они могут попасть в прошлое, а через другую в будущее. Как они воспользовались ситуацией, узнаем из обзора на фильм «Сколько я буду любить тебя». Привлекательная женщина по имени Гу Сяо Цзяо просит своего коллегу организовать ей несколько деловых свиданий. Она встречается с одним из клиентов и рассказывает ему о себе. «Мы узнаем, что наша героиня 31 год, и она никогда не была замужем». Внезапно госпожа Гу предлагает мужчине купить ей дом. Если он это сделает, она согласна выйти за него замуж. Два товара по цене одного, но клиент отказывается от такой сделки. У офиса Гу Сяо встречает какой-то мужчина. Женщина сразу же говорит, что выйдет за него замуж, если он купит ей дом за 20 миллионов юаней. Мужчина отвечает, что это вообще не проблема, ведь он картофельный дилер. Он предлагает Гу Сяо оплатить 30 тысяч, а сам он доплатит остальную часть, и новый дом будет общим. Женщина соглашается и снимает нужную сумму. Мужчина берет деньги и уходит якобы купить воды. И, конечно же, не возвращается. Гу Сяо заявляет в полицию, но ей ничем не могут помочь. Она грустно бредет домой и встречает в одном из переулков эксгибициониста, который тут же спешит снять перед ней штаны. Ну и денек. В следующей сцене мы видим, как мужчина по имени Цзяо Лу Мин останавливает машину и предлагает местному директору построить на этом участке несколько бизнес-центров. Но мужчине эта идея совсем не нравится. Тут не земля, а настоящее болото. В туалете Лу случайно подслушивает разговор двух своих коллег. Похоже, они хотят провернуть какую-то незаконную сделку. Мужчины замечают, что за ними следят и вытаскивают Лу из туалета. Но они не бьют его, а предлагают присоединиться к ним. Гу Сяо и Лу возвращаются домой. Каждый идет своей дорогой, но такое чувство, что они направляются в один и тот же дом. Оба наши герои входят в свою квартиру, снимают верхнюю одежду, открывают холодильник, готовят ужин, занимаются домашними делами. Гу Сяо принимает ванну, а Ли в это время моет зелень. Внезапно среди зелени оказывается мочалка, а на голове Гу Сяо появляется зелень. Лу находит в своей кастрюле женскую одежду, а Гу Сяо замечает, что с ее феном что-то не так. Она пытается использовать бальзам, но он постоянно попадает на голову Лу. Такое чувство, что оба наших героя находятся в этой квартире одновременно, но в разных измерениях. Они ложатся спать, и в это время происходит что-то очень странное. Половина квартиры каждого из них полностью меняется. Проснувшись утром, Гу Сяо увидит Лу в своей постели и кричит от ужаса. Она бьет его подушками и ногами и требует мужчину убраться отсюда. Но это его дом, и ее тоже. Гу Сяо хватает тесак и гонит Лу прочь. В это время они наконец-то замечают, что их квартира словно разделена на две части. Одна принадлежит Гу Сяо, а другая Лу. Между ними должна быть стена, но ее нет. Они выходят на улицу и изумляются еще больше. Судя по всему, время тоже изменило свой ход. На календаре 1999 год. Именно в это время живет Лу. Но Гу Сяо точно знает, что сейчас должен быть 2018-й. Она ощущает себя так, словно попала в прошлое. Тут вам и подростки, и неформалы, и торговля прямо на улице, и даже первая версия Microsoft в компьютерных клубах. Гу Сяо заходит в дом и еще раз открывает дверь. Теперь удивляется уже Лу. Люди ходят с мобильными телефонами. В стране создают роботов. На дорогах куча транспорта. Девушки пьют коктейли в барах, а блогеры записывают свои видео. Гу Сяо понимает, что если дверь открывает Лу, то они попадают в 99-й. А если она сама, то в 2018-й. Они решают открыть дверь одновременно. Но тогда все в их квартире начинает двигаться, словно во время землетрясения. Лу предлагает Гу Сяо прогуляться по 1999 году. Женщина одевается и пытается выйти из дома. Но в этот момент все снова начинает трястись и двигаться. Получается, что ей нельзя открывать двери в 99-й год. Лу делает это вместо нее, и они прогуливаются городом. Гу Сяо замечает закусочную, которую она так любила в детстве. А еще она видит себя маленькую рядом со своим отцом. Она открывает ворота, чтобы подойти к нему. Но, похоже, вся вселенная против такого решения. Поднимается сильный ветер. Падают доски. Появляются трещины на стеклах. Отец уводит дочку в дом. А саму Гу Сяо хватает за руку Лу. Наши герои возвращаются в свою квартиру. Лу просит свою соседку сводить его в 2018 год. Но Гу Сяо отказывается и грубит ему. Она хочет позвонить своему папе в 99-й год, используя сотовый телефон Лу. А сам мужчина в это время ищет информацию о себе в соцсетях. Но вселенной такое поведение не нравится. И в доме опять все начинает рушиться. Похоже, вмешиваться в прошлое запрещено. Лу и Гу Сяо пытаются как-то жить вместе. Мужчина восхищен ее роботом-пылесосом. А женщина находит среди его кассет свои любимые песни. Они заказывают еду на дом и получают в подарок настоящее представление от шеф-повара. В это время в какой-то лаборатории обсуждают тайну Бермудского треугольника. Один из исследователей показывает свое изобретение. Возможность соединить пространство и время с разницей в 19 лет. И с помощью магнитной силы создать коридор между измерениями. Он хочет попасть в будущее, чтобы украсть новые технологии. Лу и Гу Сяо не могут уснуть. Женщина рассказывает, что она жила в счастливой и богатой семье. Но ее отец погиб в аварии. Все, что у нее осталось, это его брелок. Утром наши герои уходят на работу. Каждый в своем времени. И у обоих проблемы. Босс предлагает Лу согласиться на участие в его преступных деловых аферах. А коллега отчитывает Гу Сяо за то, что отдала мошеннику свои деньги. В это время появляется подруга нашей героини. И Гу Сяо играет перед ней роль успешной женщины, которая якобы недавно удачно вышла замуж за богача. Подруга зовет ее в гости. Наша героиня возвращается домой и просит Лу сыграть роль ее мужа. Он должен притвориться нефтяным магнатом. Для этого женщина даже арендует дорогой мужской костюм. Они приходят на обед к подруге Гу Сяо. Эту женщину зовут Сяо Я, и, похоже, она очень высокого мнения о себе. Лу нервничает и все делает не так, как нужно. Разговор совсем не складывается, и Сяо Я все время хохочет. Взволнованная Гу Сяо выпивает бокал вина, и в этот момент с ее обручального кольца отлетает камень, который якобы был бриллиантом. Он попадает на жаровню и тут же тает. Дома Гу Сяо обиженно рыдает, что ее план полностью провалился. Лу утешает ее и угощает жареным цыпленком. Она просит тортик, и мужчина предлагает ей булочку с шоколадом. У наших героев появляется хитрый план. Они идут в библиотеку 2018 года и находят выигрышные номера в лотерею 99-го, чтобы потом вернуться в прошлое и сорвать джекпот. Лу и Гу Сяо радуются тому, что смогут разбогатеть и купить все, чего пожелают. Они разгуливают то в прошлом, то в будущем. В 99-м ходят по магазинам, катаются на велосипеде, едят мороженое. А в 2018-м примеряют очки виртуальной реальности и смотрят фильмы с собой в главных ролях. В этот момент между ними зарождаются первые нежные чувства. Наши герои веселятся, ходят по барам, выпивают. В одном из баров им приносят счет, и они понимают, что перепутали время. Думали, что это 99-й, а на дворе оказывается 2018-й. И теперь им придется очень дорого заплатить за вино 19-летней выдержки. Но гулять так гулять. И Гу Сяо просит у официанта принести им еще одну бутылку. Утром они просыпаются в одной постели и делают друг другу много комплиментов. Именно сегодня Лу и Гу Сяо должны выиграть в лотерею. Номера на их билете совпадают с выигрышными, и они кричат от счастья. Но вселенная, похоже, не любит читеров. И цифры на билете нашей парочки тут же исчезают. Несчастные Лу и Гу Сяо возвращаются домой. Женщина бежит в бар и просит официанта вернуть сумку, оставленную вчера в залог за дорогое вино. Но он требует сначала оплатить заказ, а денег нет. Лу и Гу Сяо ругаются прямо на улице. Женщина называет мужчину неудачником, а он ее Годзиллой без макияжа. В этот момент они замечают на большом телеэкране Лу из будущего. Теперь его зовут Лу Ши И, и он стал магнатом в сфере недвижимости. Лу приходит на презентацию, где выступает он же сам в 2018 году. Множество богатых людей с восторгом слушают его речь. На него направлены десятки камер. Лу хочет подойти поближе к взрослому себе, но это противоречит законам мироздания. И потолок здания начинает рушиться. Куски конструкции падают, люди бегут в разные стороны. Лу режет себе руку осколком стекла, и у взрослого Лу тут же появляется шрам на том самом месте. Перед его глазами пролетают события последних дней. В этот момент в здание врывается перепуганная Гу Сяо, и Лу Ши И ее замечает. Женщина находит молодого Лу и уводит его прочь. Изобретатели, которых мы видели в начале фильма, в ярости. Они хотели попасть в 2037 год, но по ошибке открыли портал в 1999 и смешали время. Один из них – это тот самый Лу Ши И. Он жалуется на появление еще одного шрама и на новые воспоминания. Второй изобретатель говорит, что это очень опасно, ведь будущее стремительно меняется. В это время Гу Сяо бинтует руку молодому Лу. Теперь, зная, что он станет очень богатым, она с ним невероятно любезна, и даже предлагает провести с ней ночь. Но мужчина отказывается. Более того, обрадованный Лу приходит на работу и отказывается принимать участие в незаконных делах своего босса. На работу к Гу Сяо приезжает Лу Ши И приглашает ее на ужин. Они едут в ресторан. Мужчина всю дорогу молчит, а потом признается, что ему известно все о молодом Лу и его приключениях. Женщина очень взволнована и даже запутывается в собственной юбке. За ужином Лу Ши И просит Гу Сяо не вредить молодому Лу и не ломать ему судьбу. Он предлагает девушке деньги за то, чтобы она бросила своего соседа и переехала в другой дом. Официант приносит им огромный шоколадный торт. Это ее любимый десерт. В это же время молодой Лу тоже покупает сладости для своей подруги. Лу Ши И везет Гу Сяо домой. Он включает ее любимую песню и подпевает, но женщине совсем не весело. Она думает о молодом Лу. Он был совсем другим, смешным, искренним, веселым. Лу Ши И просит женщину сказать молодому Лу, чтобы он принял предложение своего босса, иначе его будущее будет разрушено. Молодой Лу готовит ужин для своей соседки. Он смотрит в окно и видит Гу Сяо рядом с собой из будущего. Мужчина вручает его подруге какую-то коробку. Дома женщина говорит, что у нее было прекрасное свидание. Но это ложь, им обоим очень грустно. Гу Сяо обнимает Лу и начинает плакать. Она говорит, что ей нужно переехать. А еще просит Лу принять предложение своего босса. На следующий день взрослый Лу Ши И протягивает Гу Сяо кредитную карту и советует ей ни в чем себе не отказывать. Женщину привозят в ее новый дом, и в это же время молодой Лу соглашается участвовать в аферах своего босса. И вот их последняя встреча. Гу Сяо покидает их общую квартиру. На улице женщина горько плачет. Лу замечает, что дверь в 2018 год слегка приоткрыта из-за упавшего зонта. Лу Ши И приходит к Гу Сяо и возвращает женщине ее сумку. Он заявляет, что она обязана изменить свой характер и открыть свой бизнес, чтобы стать независимой. Гу Сяо внезапно целует его. На секунду он будто бы снова становится молодым Лу, но тут же снова начинает ее отчитывать и вскоре уходит. Лу Ши И выходит на улицу и горько плачет. Он возвращается домой и мы понимаем, что на самом деле это был молодой Лу, который просто арендовал костюм, одел очки и сделал прическу, как у взрослого Лу Ши И. Мужчина с грустью и тоской смотрит на их пустую квартиру. У него звонит сотовый. Босс требует мужчину поехать вместе с ним. Они приезжают на разрушенный мост. Оказывается, в багажнике находится их общий начальник. Он без сознания. Босс хочет инсценировать его гибель в аварии. Взрослый Лу Ши И знает, что в прошлом у них все получилось. После этого были финансовые махинации, много денег, успешные проекты, награды и большая власть. И тут Лу замечает в машине брелок и вспоминает историю Гу Сяо о том, что ее отец погиб в аварии и остался лишь его брелок, который она всегда носит с собой. Он понимает, что в машине находится отец Гу Сяо. Лу набрасывается на босса. Начинается драка. Наш герой вытаскивает отца своей любимой из авто. Лу Ши И из будущего садится в машину, но так как события прошлого изменились, то и он тоже исчезает из этой точки будущего. Итак, отец Гу Сяо жив и невредим, ну а судьба Лу полностью изменилась. В 2018 году Гу Сяо собирает свои вещи и оставляет в огромном доме кредитную карту Лу Ши И. Она видит, как мир вокруг нее стремительно меняется. Сначала расцветают розы, а потом время словно бы идет назад, и все события происходят задом наперед. То же самое замечает и молодой Лу. Наши герои не могут понять, что происходит. Они видят друг друга и бросаются навстречу, но, похоже, они находятся в разных измерениях. Кажется, портал между 2018 и 1999 окончательно разрушен. Они бросаются бежать и снова встречаются на границе двух миров. Гу Сяо и Лу со слезами на глазах смотрят друг на друга. Мужчина обещает обязательно найти ее в 2018. Проходит какое-то время. Гу Сяо останавливается, чтобы послушать уличного музыканта. К ней подходит Лу и получает ногой в пах и батоном по шее. Вот такая любовь. Мы не можем открыть вам временной портал, но мы можем гарантировать крутые видео в будущем для тех, кто подписан на канал. Это был Мувикод. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok